МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия информационная программа Республика в студии Ольга Пырычкина. И сегодня в нашей программе. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Осторожно! Каникулы! На еженедельном совещании у главы Чувашии обсуждали меры профилактики детской смертности. Закинь портфель подальше, как национальная телерадиокомпания отметила День защиты детей. Большой рекорд маленьких чебоксарцев. Столицы Чувашии провели детскую зарядку со звездой. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Традиционно в нашей республике проводятся Олимпиады профессионального мастерства. В этом году заключительные этапы Всероссийских Олимпиад пройдут на базе крупнейших учреждений среднего профессионального образования Чувашии. Сегодня в зале Чувашского драматического театра прошло торжественное открытие заключительных этапов Всероссийских Олимпиад профессионального мастерства. На этот раз конкурс проводился среди студентов технических специальностей, техникумов и колледжей. В Чебоксары съехались гости из различных уголков страны, присутствовали и представители недавно вошедшего в состав России полуострова Крым. Уважаемые студенты, я уверен, что Олимпиада профессионального мастерства станет для вас не просто интеллектуальным состязанием, но и ярким, запоминающимся праздником, наполненным незабываемыми впечатлениями и встречами. Вы практически все являетесь уже победителями. Я благодарен вам за ваш такой вовлеченный, интересный подход. В Международный день защиты детей взрослые объединяет усилия, чтобы еще раз привлечь внимание к детским проблемам. Однако защитить их от всех угроз и опасности, увы, не получается. О профилактике детской и младенческой смертности говорили сегодня на еженедельном совещании у главы Чувашия. За четыре месяца нынешнего года детей родилось больше, чем за аналогичный период года прошлого. А вот умерло меньше. Казалось бы, тенденция хорошая. Тем не менее, цифры по-прежнему тревожные. Погибли 44 ребенка среди так называемых внешних факторов на первом месте ДТП. За январь-апрель с участием детей произошло уже 50 аварий. Четыре ребенка погибли. Один из них катался на скутере. Еще одну девочку сбила машина. Резко возросло количество смертей от отравления угарным газом. То, что касается отравления угарным газом, это то, что я уже начала говорить. Это отравление в основном на пожарах. Это все зимние пожары. К сожалению, мы потеряли шестеро детей в прошлом году. Это был всего лишь один ребенок. Много несчастных случаев происходит по банальному недосмотру взрослых. Лето и жара только начались, а в республике уже восемь детей выпали из окон. Один из случаев произошел буквально сегодня утром. Ребенка в тяжелом состоянии доставили в больницу. С жарой связана еще одна опасность. Водоемы тонут дети даже на организованных официальных пляжах. Следующая проблема – это смертность детей от суицидов. В абсолютном выражении мы видим, что детей в этом году мы потеряли примерно столько же – один и один. Если сравнивать, конечно, с целым периодом 2013 года, то падение вроде бы в три раза. Но здесь нужно говорить о том, что впереди, конечно же, еще практически три квартала этого года. Но мы видим, что сегодня идут ЕГЭ, мы видим, что, к сожалению, одна из главных причин суицидов – это проблемы в школе, проблемы подростковой любви, взаимоотношений между мальчиками и девочками. Поэтому здесь тоже воспитательная работа в школе, воспитательная работа с родителями, с учителями. Министер образования согласен? С такими показателями. Универсальный рецепт от внешних опасностей – это внимание родителей и воспитательная работа. Участвовать в ней должны администрации районов и городов, органы соцзащиты, системы здравоохранения и образования. Второй вопрос повестки дня тоже касался здоровья, правда, экономического. 19 и 20 июня в столице Чувашии проведут седьмой экономический форум «Регионы устойчивого развития». Разработаны программы, действует интернет-сайт, определенные площадки – это многофункциональный зал, театр, опера и балеты, национальная библиотека. От направлено более 2000 писем приглашений на участие форума и продолжается работа по проведению пиар-компании. Более 450 человек уже официально подтвердили свое участие. Среди них представители 24 регионов России и 6 представителей иностранных государств – Франции, Швеции и Японии. Ольга Пырочкина, Игорь Поручиков, Сергей Рябчиков, Республика. В минувшие выходные в детских загородных лагерях началась первая смена. Накануне открытия часть из них проинспектировал председатель кабинета министров Чувашии Иван Моторин. В числе инспектируемых учреждений – три лагеря различной формы собственности – «Звездный», «Солнышко» и «Комплекс Чайка». Комиссия во главе с Иваном Моториным пристальное внимание уделяла вопросам безопасности детей, наличию пожарной сигнализации и видеонаблюдения на территории лагерей. Не остались без внимания и проведенные ремонтные работы, пищевые блоки, спальные корпуса и игровые площадки. Первая смена называется www.donzvездный.ru. Все отряды – это сайты, сайты, которые рекламировали какой-то из товаров. Мы растим конкурентоспособность. В лагере «Звездный» за смену отдыхает 480 детей материально-технической базы с состоянием спальных корпусов и пищеблока комиссия осталась довольна. Укомплектованный педотряд положительные отзывы получил и лагерь «Солнышко». В этом году был проведен ремонт двух спальных корпусов. На месте старого бассейна построен теннисный корт, площадка для игры в баскетбол и волейбол, футбольное поле. Полностью отремонтировано здание клуба-столовой. В пищеблоке поменяли оборудование. Также порадовал инспекцию комплекс «Чайка». В прошлом году за смену вместо 500 детей здесь отдыхали только 200. В этом году полностью отремонтированы два жилых корпуса, спортзал. В течение летнего сезона продолжатся ремонтные работы в актовом зале и на других объектах лагеря. Этим летом за смену в «Чайке» смогут отдохнуть 450 детей. Все три лагеря готовы к сезону и в ближайшее время примут детей. Так что надеюсь, что все пройдет нормально и здоровительный сезон для детей Чувашской республики стартует в эти выходные. Сразу после нашего выпуска смотрите программу «По существу» в интервью нашему корреспонденту. Начальник отдела по воспитательной работе, Минобразование расскажет, что сделано в республике для комфортного и, главное, безопасного отдыха детей. На чиновника администрации города Чебоксары завели уголовное дело. Следователи считают, что в течение четырех лет начальник отдела транспортного обеспечения, вопреки закону, фактически руководил фирмой по перевозке пассажиров. Хотя учредителем организации являлись его родные, считают следователи. По предварительной версии он закрывал глаза на нарушения в маршрутной схеме. Кроме того, фактически руководимое им транспортное предприятие приняло участие в конкурсе на осуществление перевозок по маршруту Чебоксары-Шумерля. Уголовное дело возбуждено по статьям злоупотребления должностными полномочиями и незаконное участие в предпринимательской деятельности. Суд выбрал для чиновника меру пресечения в виде залога в полмиллиона рублей. Национальная телерадиокомпания «Чувашия» провела 1 июня свой спортивный праздник. Точнее, даже чемпионат по метанию портфелей. Желающие в первый день самых длинных каникул закинуть подальше свой портфель собрались в парке Николаева. О необычных рекордах и тонкостях метания портфелей в сюжете Марии Шоклевой. Утренняя зарядка, усиленные тренировки и подбор оптимального по весу портфеля. Кто-то готовился к чемпионату целый месяц, а кто-то просто гулял в парке. Схватил мамину сумку и тоже решил побороться за приз и памятную медаль. Идея необычного праздника возникла у ребят детской телевизионной студии «Куча мала». Национальное телевидение «Чувашии» идею подхватило. Поддержали и в администрации города Чебоксары. Ты занял третье место. Не расстроился ли ты, что не занял первое? Я, конечно, расстроился, так как меня опередила девочка. Я готовился перед самим началом. Мы испытывали, чей портфель дальше летит тяжелый или легкий. Когда я тренировался, я замечал, что у меня портфель летит высоко, но не очень далеко. А потом я понял, что надо кидать не ввысь, а кидать ввысь и в длину сразу. И тогда у меня получилось далеко. У взрослых тоже была возможность вспомнить детство. Мама и папа готовились к броску даже с большим энтузиазмом. Раз, два, три! Этот бросок длиною более чем в 30 метров и стал рекордным. Кстати, сынишка чемпиона Андрея Федорова тоже поднимался на пьедестал почета вместе с победителями первоклассниками. За две недели я постирала портфель, положила туда как можно мелких подшипников, и чтобы он улетел дальше. Но у меня получилось не так далеко. Ведь папы были сильнее, они ходят в спортзал, а у меня, ну так. Мы вовсе не призывали ребят забыть на все лето об учебе. Просто хотели немного повеселиться в праздник детства. И поскольку это удалось, решили сделать чемпионат по метанию портфеля традиционным и фирменным праздником национального телевидения Чувашии. Мария Шоклева, Андрей Шоклев, Андрей Спиридонов и Александр Петров. Республика. Первый июня для самых маленьких чебоксарцев и их родителей впервые прошла детская зарядка со звездой. Это массовое мероприятие должно стать первой записью в книге рекордов Чебоксар, которую планируют учредить к 550-летию столицы Чувашии. На проведение такой акции организатор вдохновила взрослая зарядка со звездой, которая вошла в книгу рекордов Гиннесса России и Европы. В День защиты детей Красная площадь столицы Чувашии стала главной праздничной площадкой, которая собрала рекордное количество горожан. 15 тысяч маленьких чебоксарцев стали участниками первой в истории города массовой детской зарядки со звездой. И сердце Чувашии! Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь! Рисуем сердце! Кинаем все! Главными героями праздника стали самые юные жители столицы, воспитанники детских садов. А звездой-инструктором грандиозного детского флешмоба стал известный телеведущий и любимец малышей Береляка. Я с удовольствием еще к вам приеду в город Чебоксар, потому что мне очень у вас понравилось. У вас такие дружелюбные, такие замечательные люди, открытые, улыбчивые. Я благодарен и очень вам и рад, что вы меня позвали, пригласили. И у меня появилась такая замечательная возможность увидеть этот замечательный город. Помогали детскому ведущему известные чувашские спортсмены. А комплекс упражнений для зарядки был специально составлен президентом Федерации фитнес-аэробики Чувашии Оксаной Вербиной. Также свою версию зарядки в шуточной форме представил дядюшка Бух, ведущий детской программы национального телевидения Чувашии «Бухты-барахты». Песня «Бухты-барахты» После завершения акции детский праздник продолжился выступлениями художественных коллективов. Для детей работали аттракционы и творческие площадки. Юлия Важенина, Андрей Спиридонов, Республика. В Чувашии завершился чемпионат России по женской вольной борьбе. Новочебоксарская школа Олимпийского резерва номер 3 приняла спортсменок из 22 регионов страны. На торжественном открытии Михаил Игнатьев поздравил всех участников с началом соревнования. Также отметил, что в этом году в Чувашии было проведено 18 различных соревнований российского уровня, в том числе и по вольной борьбе. Вольная борьба – это спор самых сильных духом и делом людей. Самых храбрых и упорных и энергичных людей. Они зажигают друг друга, они формируются как сильные личности. К сожалению, на чемпионате России спортсменкам из Чувашии не удалось войти в число призеров, а значит, что женская команда страны по вольной борьбе отправится на чемпионат мира в Ташкент без представительниц нашей республики. Сразу после нашего выпуска смотрите. Две новые детские площадки открыли в поселке Вурнары в эти выходные. Такой подарок сделала фирма «Август» всем жителям в честь Дня химика. А новый управляющий Чувашского отделения Сбербанка Юрий Бычковский встретился с журналистами. Кроме того, накануне Дня защиты детей стоматологи Чебоксар провели акцию «Стоматологи во дворы к детям». Обо всем этом смотрите далее. А я с вами прощаюсь. До свидания. Для вурнарцев День химика – праздник особенный. В поселке находится самое крупное предприятие в России по производству пестицидов. Филиал закрытого акционерного общества «Август» – завод смесивых препаратов. Здесь на 12 современных линиях производится до 190 тонн химических средств в день, которые поставляются в 76 регионов России, в страны ближнего зарубежья и в страны Латинской Америки. Только за 4 месяца этого года отгружена продукция на 2 миллиарда 800 миллионов рублей. На предприятии работает более 700 человек – жители вурнар и близлежащих деревень. Праздник на стадионе химиков начался с чествования передовиков производства. Кто-то удостоился почетной грамоты министерства и других ведомств, а кого-то отметили наградой предприятия. Разрабатывается положение о заслуженном работнике августа. Это будет означать, что та пенсия, которую август платит своим сотрудникам, она автоматически будет увеличена в два раза. Ну а юные вурнарцы уже получили свой подарок. Как и в прошлом году, накануне праздника Дня защиты детей, в двух дворах открылись детские площадки. Этот подарок преподнесла фирма «Август». Хочу выразить от имени всех родителей, учителей, в общем, детей большое спасибо за воду, за эту детскую площадку, за то, что они вкладывают, большой вклад вносят в развитие нашего благоустройства, нашего поселка, за то, что содержат стадион в таком надлежащем порядке, на котором катаются не только дети, но и пенсионеры на лыжне. Кстати, компания «Август» ежегодно выделяет более двух миллионов рублей на благоустройство детских площадок. Кроме этого, вкладывает деньги в развитие других социальных объектов. Сейчас здесь строится ледовый дворец и фитнес-центр. Посмотрели в микрорайонах, насколько сегодня работа проводится эффективно для того, чтобы создать условия. И млад, и стар занимались, двигались. Бурнар вообще, спортивный район. На рабочей встрече генеральный директор фирмы «Август» Александр Усков сообщил о том, что сейчас в поселке работают архитекторы из Москвы. В ближайшие годы облик райцентра изменится в лучшую сторону. Юрий Бычковский в рамке руководителя управления работает почти две недели. Но встречу с журналистами назвал стратегической. Извинился, что не встретился с прессой сразу. Такое взаимодействие считает важным для будущей совместной работы. Первая задача – это, безусловно, нужно докомплектовать команду. Это самое первое. Те бреши, которые сейчас есть, они были и до меня, и какие-то появились, может быть, одновременно, как я пришел. Второе – нужно определить для себя очень четкие цели, куда идти, куда вести дальше команду. Мой личный приоритет – мне нужно, чтобы моя семья очень комфортно устроилась здесь, и чтобы ей понравился также этот край, как и мне. Юрий Бычковский родом из Иркутской области. Родился в небольшом городке Уссолье-Сибирское. После окончания вуза начал работу в Севербайкальском отделении Сбербанка. До назначения на эту должность он занимал постсоветника председателя Волговятского банка. Именно председатель главного банка предлагает новый принцип назначения руководителей территориальных отделений банков. Председатели территориальных банков не должны работать более пяти лет в одной должности. Поэтому какие-то ротации, как мы сказали, технические, они в Сбербанке, я думаю, будут, и они будут приветствоваться. От этого бизнес и клиенты будут только выигрывать. Как рассказал на встрече Юрий Бычковский, сейчас перед отделением Сбербанка стоят задачи по улучшению работы. В республике работают 800 банкоматов и устройств самообслуживания. Активная фаза их установки завершена. Теперь главное – оптимизировать их работу. На встрече журналисты высказали предложения и замечания по работе офисов Сбербанка в Чувашии. Юрий Бычковский отметил, что такая обратная связь всегда полезна. Стоматологи городской поликлиники в преддверии Международного дня защиты детей решили организовать праздничные вечера для детворы и их родителей во дворах ТОС Ахазовский, Гузовский, Северо-Западный, Московского района города Чебоксары. До начала концерта сотрудники поликлиники и волонтеры, это студенты-стоматологи Медфака ЧГУ, обучали детей правильным приемом ухода за полостью рта. Перед выступлением молодых дарований собравшихся жителей приветствовал главный врач городской стоматологической поликлиники, депутат Чебоксарского городского собрания депутатов Владимир Николаевич Викторов. Во-первых, надо сказать, что мы очень рады, что у городских стоматологов появился еще один проект «Стоматологи во дворах». И основное направление здравоохранения – это профилактика. И мы хотим здесь как раз совместно с жителями это направление профилактикой развить, чтобы было доверие пациентов к докторам. И мы сегодня четко должны понимать, что, во-первых, надо любить себя и заниматься своим здоровьем. Вот это мы хотим сделать именно в городе Чебоксара, для того, чтобы у жителей города Чебоксара, у наших маленьких детей, были самые крепкие, самые чистые, самые яркие, красивые зубы. Редактор субтитров А.Семкин.